Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Уйсенбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Выбор в новом формате. Праймериз первый для страны опыт проведения внутрипартийных выборов кандидатов. Отмечена высокая избирательная активность именно в Алматинской области. На протяжении трех дней наш регион лидирует в рейтинге областей с показателем свыше 82% голосов избирателей. В онлайн-голозовании в Праймеризе принял участие и первый президент страны Нурсултан Назарбаев. В выборе кандидата принял участие и Аким Алматинской области Амандык Баталов, отдав свой голос в формате онлайн через платформу Праймериз. При этом глава региона призвал партийцев активизировать силы для поддержки сильнейших кандидатов, отметив, что от их выбора зависит формирование эффективного депутатского корпуса в Маслихат и Мажелис парламента. Для 1047 кандидатов от Алматинской области Праймериз – шанс попасть в партийный кадровый резерв. В настоящий момент на мандат претендует сразу три человека. Жёсткая конкуренция объясняется высокой избирательной активностью членов партии нашего региона, отдавших за три дня порядка 82% голосов. Также наряду с действующими в формате онлайн уже активизированы и 87 традиционных избирательных участков. Всего сформировано 315 избирательных участков. По словам членов комиссии, процесс голосования в регионе проходит без нарушений. Нарушений за время голосования зафиксировано не было. Комиссия по партийному контролю ведётся систематический мониторинг по этому вопросу. Мы также следим за качеством работы информационной системы Праймериз. На сегодняшний день идёт активное онлайн-голосование с участием членов партии. Также полностью готовы голосование и традиционные избирательные участки. Все санитарные нормы соблюдены. Право голоса на внутрипартийных выборах имеют только члены партии Нур-Утан. Их в Алматинской области порядка 82 тысяч человек. Для их удобства в каждом населённом пункте на традиционных избирательных участках открыты и онлайн-кабины. Ответственные лица ведут разъяснительную работу среди избирателей по правилам голосования посредством мобильного онлайн-приложения и веб-портала «Праймериз Киезет». «Как член партии Нур-Утан, я считаю, что каждый сознательный партиец должен сделать свой выбор. Я приехала на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата. Хочу отметить, что процесс голосования на участке прошёл без проблем, и мой голос был принят». Вопреки изначально заявленным срокам, голосование в «Праймериз» продлится до двух часов дня 4 октября. Причина – проблемы соединения с интернетом в некоторых регионах Казахстана. Итоги «Праймериз» будут объявлены уже 5 октября. Низкий поклон педагогам. Лучших учителей Алматинской области чествовали сегодня в Талдыкургане. Торжественная встреча, приуроченная к празднованию профессионального праздника Дня учителя, прошла в стенах Салтана Царая. Всего было награждено более 20 преподавателей. Кому же достался главный приз – автомобиль, узнавала наша съёмочная группа. За круглым столом учителя с разных уголков края ЖТСУ. Каждый из присутствующих – настоящий профессионал своего дела, который болеет душой за повышение качества образования школьников. А потому вопросы, поднятые Акимом области, близки и понятны всем. Поздравляю учителей с их профессиональным праздником. Мандык Баталов ещё раз подчеркнул, что сегодня в сфере образования уделяется огромное внимание. «Алматинская область – особый регион. У нас пока ещё имеются трёхсменные школы. Мы постоянно ведём работу по их уменьшению. Мы начали строительство 33 новых школ. Но проблема всё ещё остаётся. Причина тому – хороший демографический показатель. Ежегодно в Алматинской области рождается около 50 тысяч детей. Это очень здорово». Ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. Так, в этом году оно составляет свыше 320 миллиардов тенге, что больше прошлого года на 114 миллиардов. В области решаются вопросы охвата детей дошкольным воспитанием, которое сегодня составляет уже 98,5%. К сравнению, в 2014 году было охвачено всего 64% детей. Строятся новые детские сады и школы. «Ежегодно вводятся новые объекты образования. Только за последние три года было введено более 19 новых школ. Естественно, в стороне не остаётся вопрос оплаты. Вы знаете, да, что с января 2020 года увеличена зарплата педагогов на 25%. С начала нового этого учебного года, с сентября месяца текущего года, увеличились в два раза доплата учителям». И всё-таки труд учителя бесценен. Как отметил в своём выступлении Аким Алматинской области, каждый преподаватель заслуживает особых слов благодарности. «Дорогие друзья, именно от вас, ваших профессиональных человеческих качеств, во многом зависит судьба ваших учеников и будущего подрастающего поколения. Вы – главное богатство образовательной системы, его золотой интеллектуальный фонд. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к детям, чуткость и верность избранному пути. Отдельное спасибо, я хочу сказать, ветеранам образования, ставшим для молодых специалистов крепкой опорой и наглядным примером истинного служения профессии». В честь профессионального праздника были награждены свыше 20 педагогов Алматинской области. Аман Дыкбаталов лично вручил учителям благодарственные письма, почётные грамоты и медали. Одна из таких наград – медаль Алтынцарина, Министерства образования и науки Республики Казахстан. Получить такой нагрудный знак, признаются учителя, весьма почётно. «38 лет работаю в образовании. Эта награда, я считаю, самой высшей наградой, потому что великий наш первый учитель, можно так сказать, Алтынцарин. Это весь народ знает. Поэтому такую награду взять от государства – это самая-самая высокая награда, я так считаю». В этот торжественный день учителям Алматинской области были присвоены звания «Почётный работник образования Республики Казахстан», вручены награды «Лучший классный руководитель», «Лучший учитель республиканского, областного и регионального масштабов». Кроме того, были определены победители в номинациях «Лучшая сельская школа» и «Лучшая организация профессионального образования». Стоит отметить, что профтехобразованию в этом году исполняется 80 лет. «В этом году, в октябре месяце, как раз колледжу нашему исполняется 85 лет. И вот юбилеем нашему мы завоевали такой титул – самое лучшее учебное заведение профессионального образования. Это, думаю, и для района, и для педколлектива большим подарком. Хочется поблагодарить таким областям за такое внимание, которое уделяет системе нашей профтехобразования». Звание «Лучший учитель года» удостоился молодой специалист из Аксусского района Асил Каймуханов. Преподаватель математики и информатики окончил Алма-Атинский гуманитарно-технический университет. За 8 лет работы он проявил себя как высокопрофессиональный современный педагог, чему заслужил награду автомобиль. «Я очень рад, что стал победителем ежегодного конкурса среди учителей. Я думаю, что эта награда станет для меня стимулом к дальнейшей работе, к тому, чтобы стать лучшим в своей профессии. Я хочу повысить уровень образования у детей сельских школ, поэтому записываю для ребят видеоуроки. Считаю, что очень важно в именно школьном возрасте заложить базу знаний, которая пригодится им в будущем при освоении выбранной профессии». В 760 школах Алма-Атинской области обучается около 430 тысяч учеников. Ежедневно знания им дарят порядка 42 тысяч учителей, которые постоянно повышают свою квалификацию. В условиях пандемии работа педагога отчасти перешла в дистанционный формат, но от этого ее отнюдь не стало меньше. И сегодня все мы понимаем, насколько тяжел и важен труд учителя. «Всех своих коллег, всех учителей нашей Алма-Атинской области поздравляю с Днем Учителя, с этим замечательным праздником. Я думаю, профессия учителя – это одна из самых, если не самая главная профессия вообще в нашей жизни, потому что через учителя проходит каждый человек. И от качества его работы будет зависеть все будущее нашего государства. С праздником, дорогие коллеги! Надежда Белова, Шеслан Ченгенжинов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Работа по благоустройству и капитальный ремонт проводится сразу в шести школах областного центра. Все объекты реализуются в рамках дорожной карты занятости 2020. Заместитель Акима Алма-Атинской области Рустам Али посетил строительные площадки и ознакомился с ходом работ. Школа номер один имени Абая – одна из старейших в областном центре. Она построена еще в 1971 году. В этом году в учреждении образования проводится долгожданный капитальный ремонт. На все про все по дорожной карте занятости выделено 690 миллионов тенге. Срок сдачи объекта – 11 ноября. Хотя подрядчики обещают закончить уже в конце этого месяца. Сейчас на объекте трудится 46 человек. Но чтобы успеть в срок и при этом не пострадало качество, рабочих должно быть в два раза больше. Сделал замечание представителю подрядной организации заместитель Акима области. 21-я школа Ватиная станет первой в регионе, подключенной к голубому топливу. Сейчас ведется строительство котельной и прокладка труб. Капитальный ремонт школы и газоснабжение также ведутся в рамках дорожной карты занятости 2020. Уже через месяц учреждение образования будет сдано в эксплуатацию. Устанавливается модульный газовый котельный. Это самая большая новость для наших родителей, для учителей, для нас. Это отопление у нас будет на газовом топливе. Раньше у нас было на жидком топливе, было в школе прохладно, потому что мы экономили все время. Школа на 180 мест в сельском округе Муйнак многие десятилетия нуждалась в капремонте. Сырость и низкие температуры в помещениях существенно мешали проведению школьных занятий. Руководство области услышало просьбы граждан и уже через месяц школа будет готова. Работа выполнена на 95%, рассказывает подрядчик. Осталось благоустройство территории и внутренние отделочные работы. Работа практически завершена. Как и обещали, в начале следующего месяца сдадим в эксплуатацию. Сейчас на объекте трудится порядка 30 человек, но в принципе этого достаточно. Группа по демонтажу уже закончила работу и покинула объект. Осталось только проложить асфальт, газон и закончить отделку. Посетил Рустам-Алей 19-ю школу имени Махжана Жумабаева. В рамках ДКЗ здесь построили новую спортивную площадку. Теперь ученики смогут заниматься футболом, баскетболом и волейболом. Тартановое покрытие защищает детей от ударов и ушибов. В целом практически на каждом объекте работы идут по графику. Дамира Нитов, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Дыши. В многопрофильной больнице по Амфиловскому району появилась кислородная станция. Это своего рода сердце больницы, которое призвано обеспечить медицинским газом 120 пациентов. Ведь от бесперебойного снабжения кислородом зависят жизни и здоровье пациентов с легочными, сердечно-сосудистыми, наркологическими и рядом других соболеваний. Но главная причина установки кислородного оборудования – борьба с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Теперь медицинский газ поступает в палаты напрямую от станции. Помимо этого, ее мощность позволяет обеспечивать кислородом и другие районные медучреждения путем заправки кислорода в баллоны. По распоряжению Акима области в регионе уже действуют три аналогичные станции, а всего их будет 12. Станция производит кислород из воздуха. Система создана для прямой подачи кислорода в палаты. Она отвечает всем современным требованиям. Из областного бюджета на это выделено почти 76 миллионов. С вводом этого объекта мы спокойны. Кислород в наших операционах никогда не закончится. Это большая поддержка нашей деятельности и забота о здоровье населения. Два административных производства возбуждены в отношении владельца бара в Нур-Султане. В ночное время лаунж-бар «Опус-1» на левобережье столицы, нарушая ограничительные меры карантинного режима, обслуживал посетителей. Чтобы попасть в бар, гости проходили через черный ход на кухню заведения. Главный вход для видимости был закрыт. 23-летний владелец бара и 8 его посетителей привлечены к административной ответственности. В Мангисталской области растут пальмы. Более 70 видов экзотических деревьев выращивают школьники в собственной теплице, сообщает корреспондент Хабар-24. Зайдя в эту школьную оранжерею, может показаться, что вы попали в тропический лес. За всеми деревьями в этой теплице дети ухаживают на факультативных занятиях. Юные ботаники ведут разработку косметологических средств на основе своих научных исследований. Лосьоны для тела, крема, настойки и даже духи. В тепличных условиях юные ботаники создают различные ароматы и благовония, используя лепестки белых и красных роз. Лабораторные процессы проходят под чутким руководством учителя биологии. Цыплят по осени считают. Массовая регистрация домашних птиц началась в Алматы. Для этого ветработники выезжают на дом, но только после заявки владельца. Ветврачи заносят данные о количестве птиц в журнал учета и оставляют памятку с указанием симптомов заболевания. Мер профилактики и степени ответственности владельца. По словам специалистов, после регистрации будет сформирована единая заявка для приобретения вакцины от высокопатогенного гриппа. Вся работа проводится бесплатно. В случае возможного падежа птичьего поголовья, компенсация за понесенный ущерб будет выплачиваться по количеству, зарегистрированному в книге учета госорганов. Пока фактов птичьего гриппа в южной столице не выявлено. Крупные партии подкупают избирателей. С таким обвинением выступили 12 из 16 баллотирующихся на парламентских выборах в Киргизии партии. По их словам, столицу массово свозят жителей регионов для последующего голосования не по месту прописки. Партии уже обратились к руководству Госкомитета нацбезопасности и Центральной избирательной комиссии Республики с требованием разобраться в ситуации. О подкупе избирателей все чаще говорят и местные СМИ. Парламентские выборы в Киргизии состоятся 4 октября. На 120 мест в законодательном собрании претендуют кандидаты от 16 политических партий. По мнению аналитиков, три партии тяжеловеса Беремдек, Кыргызстан и Микеном Кыргызстан попадут в парламент. Примечательно, что крупнейшая в стране социал-демократическая партия Кыргызстана не участвует в выборах, что делает их результаты еще более непредсказуемыми. Американские авиакомпании готовят массовые сокращения. Стало известно, что 19 тысяч рабочих мест упразднит American Airlines. Следом, руководство United Airlines подтвердило свои планы уволить порядка 14 тысяч сотрудников. Причина сокращений Конгресс США не утвердил в новый план федеральной помощи. А действие предыдущего уже закончилось. Ранее авиаперевозчики обещали не увольнять персонал до конца сентября в обмен на 25 миллиардов долларов субсидий. Если в ближайшие дни демократы и республиканцы придут к соглашению по выделению нового транша, то авиакомпании пересмотрят свое решение. Французский инвестбанк Natixis составил рейтинг лучших стран для жизни на пенсии. В ходе длительных исследований финансовая организация огласила список государств. Так, лидерство в рейтинге у Исландии. На втором месте Швейцария. Третью строчку заняла Норвегия. В пятерку также вошли Ирландия и Нидерланды. Авторы исследования проанализировали уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах. Они использовали 18 различных показателей, объединив их по четырем категориям – здоровье, финансы, материальное благополучие и качество жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok